МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусор вместо бензина, пожалуй, неплохая альтернатива традиционному виду топлива. В Великобритании ученые пытаются усовершенствовать открытый ими способ получения водорода из разного вида отходов. Человечество давно и успешно использует биомассу в качестве источника энергии, но традиционно это было дерево или другие источники целлюлозы, которые сжигали. А команда химиков из Кембриджского университета предлагает добывать джоули энергии из мусора. В этом могут помочь специальные наночастицы. Прежде способ получения водорода из отходов считался не слишком рентабельным, но разработка британцев может изменить это мнение. Мы работаем с фотокатализаторами из наночастиц, их размер всего 5 нанометров. Они позволяют как бы захватывать энергию Солнца, а затем биомасса окисляется до углекислого газа, а также вода расщепляется с выделением водорода. Ученые считают, что использовать как прежде биомассу нерационально, она скоро просто кончится. Зато мусора на планете предостаточно. Возможно, что их разработка после усовершенствования позволит создавать даже топливные элементы для транспорта. Пока же британские химики запатентовали свою разработку, а также ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в промышленном внедрении технологии получения водорода из отходов. Природа вдохновляет. В Калифорнии в Стэнфордском университете биологии не перестают удивляться, что это попугаем. Исследователи стараются досконально изучить их движения, чтобы затем использовать эти наработки в построении дронов. Со стороны это выглядит, будто ученые просто дрессируют попугайчиков. Однако на самом деле каждый взмах крыльев птичек фиксируется несколькими камерами. Это позволяет создать трехмерную модель движений во время всех фаз полета маленьких птах. Благодаря этой технике уже удалось выяснить некоторые любопытные моменты. У большинства самолетов угол атаки крыла около 10 градусов, а у птиц он может быть 50-60 градусов. Это выглядит крайне неэффективно на первый взгляд. Парадоксально, но таким образом птицы как бы переключаются между режимами, когда воздух оказывает сильное сопротивление и когда он дает опору и позволяет подниматься. Американские ученые уверены, что их исследования пригодятся конструкторам небольших летательных аппаратов и дронов. Долой бутылки, даешь съедобное питьем. Фантазеры-изобретатели из лондонского стартапа Skipping Rocks Lab придумали совершенно новый способ утолять жажду. Просто посмотрите на выражение лиц всех, кто пробует эти странные желеобразные шарики. Они взрываются внутри рта и вызывают как минимум удивление. Часто люди начинают смеяться. Кстати, при этом они успевают также утолить жажду. Ухоу. Так назвали эти забавные шарики. Но они нужны не чтобы быть аттракционом, а чтобы спасать планету от загрязнения. Авторы изобретения считают, что если разного рода напитки продавать именно в такой упаковке, то на земле будет чище. Большинство людей держат бутылку в руках не больше пяти минут. Выпил и выбросил. А что дальше? Ведь пластик разлагается иногда аж 700 лет. Такие шарики – отличное решение проблемы. Ухоу сделаны из биоразлагаемого материала. Если точнее, из морских водорослей. Желеобразную оболочку можно просто съесть. Она довольно прочная. В компании собираются придумать двойное покрытие, чтобы можно было достать капсулу с жидкостью из кармана, снять первый слой, а остальной положить в рот и выпить. Любопытно, что создатели Ухоу быстро поняли, что многие попробовавшие их питьевые шарики называли их не иначе, как шотами. Так что не за горами продажа Ухо с алкогольными напитками внутри. На сегодня все. Смотрите «Хайтек» на Хабаре 24 и пишите нам на почту со своими идеями о том, как технологично улучшить наш мир. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова